В субботу Карл Третий был объявлен монахом официальным. Заседание Особого Совета по престолонаследию, в который входят высшие политики, перы и священнослужители королевства, впервые в истории транслировалось по телевидению в прямом эфире. В субботу Карл Третий был объявлен монахом официальным. Господь в лечении 1825, 1870, 1860, 1870, 1880, 1870, 1860, 1870, 1870, 1880, 1870, 1870, 1928, 1870, 19clipse. Встреча в госпитале Красноярсина, 1870, 1875, 1940, 1870, 1880. Встреча в Месяце, Встреча в Краницу Союз, 2 , 22 , 1870, 1960, 1870, 1870, 1870, 1931, 1870, 1931, 1931, 1870, 1936, 19 insulted он и Святосал, 1932, 20 жители, 1870, 1932, 1931, 1931, 1931, 20? Брэй! Ройал Салют! Презент! Орл! В каждой армии свои порядки. Так, например, в 1-м пехотном батальоне королевских валийцев британской армии служит один необычный боец по имени Уильям Винсо. Он носит чин младшего капрала и имеет благодаря этому офицерские привилегии. Может посещать офицерский клуб и обедать там, а рядовые английской армии отдают ему воинское приветствие при встрече и встают по стойке смирно. И дело тут, он является тезкой английского наследного принца. Билли – козел кашмерской породы и служит в армии он по давней английской традиции. Обычай зачислять козлов в английскую армию восходит еще к 1775 году. Конечно, за это время сменилось уже несколько десятков рогатых бойцов, но все они являются преемниками одного героического животного, которое, согласно легенде, сумело поднять боевой дух англичан в битве при Банкер-Хилле во время войны за независимость США. Победа далась в этот день британцам очень дорогой ценой. Английская армия потеряла генерала, подполковника, двух майоров, семь капитанов, девятерых лейтенантов, 15 сержантов и одного барабанщика, всего 226 убитых и 828 раненых. Колонисты потеряли в два раза меньше людей, однако была основана новая традиция. Во время боя на поле забрел дикий козел, который якобы повел за собой английских бойцов. Несмотря на то, что победу назвали пирровой, она была все-таки вырвана у противника, и козел стал символом удачи королевских фузелеров. Это пехотинцы, вооруженные кремниевыми ружьями, фузеями. Королевское стадо, кстати, процветает вблизи одного морского курорта в Уэльсе, но не так давно с ним был связан небольшой местный конфликт. Разрушившиеся поголовья породистых козлов, их стало больше 250, начало совершать набеги на соседские сады. После массы жала просматривался вопрос о забое части животных, но у местного совета рука не поднялась на королевских любимцев, и было решено часть стада просто отселить в другое место и в дальнейшем контролировать их рождаемость. Примерно раз в 10 лет из этого стада выбирает одного козленка, которому суждено стать военнослужащим британской армии. Конечно, не все полковые козлы из этой линейки могут похвастаться героическими подвигами. Большая часть из них спокойно провела свою службу, участвуя в парадах и построениях. Основной обязанностью животных является выступать впереди батальона на всех церемониальных событиях. Однако на долю Тэффи IV, например, выпала служба во время Первой мировой войны. Он был отправлен на войну 13 августа 1914 года и воочию видел великое отступление и несколько крупных битв. Тэффи умер 20 января 1915 года и был посмертно награжден звездой 1914 года британской военной медалью и медалью победы. Предпоследний Уильям Винзор за время своей службы успел схлопотать дисциплинарное взыскание. Во время парада в честь празднования 80-летия королевы Елизаветы II в 2006 году Билли отказался подчиниться приказу идти в ногу и попытался ободнуть барабанщика. Беднягу обвинили в неподобающем поведении, нарушении строя и неповиновении прямому приказу. В результате Козлик из младшего капрала был разжалован в фузелеры и потерял таким образом все свои офицерские привилегии. КОНЕЦ